Футбольный счет хоккейному итогу не помеха. 2-1 в пользу столичных богатырей с таким результатом завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф. Четвертая победа клуба Чебоксара над дружиной красноярских рысей вывела хозяев льда в полуфинал. Подробности битвы на Волге у нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. Накануне пятого матча четвертьфинальной серии за Кубок Федерации сезон 2019-2020 годов в Ледовом дворце Чебоксара-Арена прошла церемония торжественного открытия мероприятий, посвященных 100-летию чувашской автономии. И флаги, и баннеры, оставшиеся после этого события, как нельзя лучше отражали атмосферу, царившую на трибунах. Перле вместе к победе! 21-я домашняя игра сезона 2019-2020 годов поставила рекорд посещаемости. В протоколе матча было зафиксировано 2400 зрителей, которые не стеснялись поддерживать любимую команду. Энергия трибун передалась сине-бело-красным, которые с первых секунд сумели на высокой скорости, сохраняя при этом комбинационную игру, броситься к воротам соперника. Впрочем, к такому сценарию они были готовы. Так что основная нагрузка легла на галкиперов Станислава Жучина и Павла Кузьмина соответственно. И они сумели остаться сухими в первом периоде. Дежавю красноярского матча, а в третьей игре счет был открыт только в овертайме, забрежжила надальдом Чебоксар-арена. Но под давлением ломается и железо. Первым не смог устоять галкипер Рыси. Бросок защитника третьей пятерки Линара Халимова от синей линии пробил брешь обороны красноярцев. 1-0. Еще две с небольшим минуты понадобилось богатырям, чтобы игровая наглость уже битых в этой игре соперниками Николая Патрушева, Алексея Лешкова и проворнейшего Александра Бирюкова удвоила счет на табло. 2-0. Но парни с Брегов и Несей с сибирский характер показали, не дав Станиславу Жучину записать на свой счет третий сухарь в сезоне. 2-1. С таким счетом и завершился второй период. Игра в принципе достойна была. Мы очень показали хороший атакующий хоккей, активный. Но тоже где-то не хватает, нас еще растем. В третьей 20-ти минутке хоть и не было зафиксировано взятие ворот, однако болельщикам богатырей этот игровой отрезок дался, как говорится, нервами. Красноярцам терять было уже нечего и они ринулись вперед. Игра переместилась к воротам подопечных Александра Протоповича. 14 ударов в створ отразил Станислав Жучин. В какой-то степени, наверное, нам она была нужнее, победа. Нужнее. Хотя понятно, что молодая команда Красноярска. Сила мысли и желание главного тренера чебоксарцев завершить серию дома нашло понимание у хоккейного бога. 2-1 и мы в полуфинале. Играли так, как позволила команда соперник. Хорошо, что все получилось так, как получилось. Соперник чебоксарцев по полуфиналу известен. Барнаульская Динамо Алтай. Стартовые матчи пройдут в столице Чуваши 21 и 22 марта. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров. Вести. Чуваша.